Русский дом. Номер 3. 2014 год. Журнал для тех, кто любит Россию. Тираж 30 тысяч экземпляров. 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 Таких правил много. Тираж 30 тысяч экземпляров. 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 Он в отличной форме, как всегда быстр и подвижен. Мы еле за ним поспевали. Конечно, осмотрели знаменитый подвал на территории лагеря, в котором много лет назад была тайная подземная церковь. Сейчас надобность в конспирации отпала, и подземелье стало обычным хранилищем для солений вареньев. Бывая в Потеряевке, всегда удивлялся сам себе. Казалось бы, здесь всяческие строгости и правила, основанные на подлинно православных закононах, нелегкие труды, нет кино досуговых и прочих культурных центров. Но почему-то чувствуешь себя как рыба, которая вдруг поднялась с раскаленного песка и снова выпустили в воду. И ведь не один я так думаю. 15 лет назад корреспондент «Алтайской правды» Олег Логвинов по этому поводу написал «Очень хорош, хорошо». Еще заметно я приехал домой и лег спать, стараясь дышать осторожно, чтобы в раз не выдохнуть, не значая весь воздух Потеряевки. Пусть останется хоть капля, хоть еще один вздох. Заголовок. Влюбленный в Святую Русь. Миссионерская проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает. Коротко отвечает он. И добавляет. 50 лет назад встреча со Христом преобразила мою жизнь. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собака проехали 250 городов России. И везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопроса, которые ему задавали во время лекций в Техническом университете в тюрьмах. Отдельно был издан великолепно оформленный с цветными иллюстрациями Гюстава Доре трехтомник Нового Завета. Закладочки цвета российского флага. О комментарии Игнатия Лапкина. Эти книги были подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. За день «Газель» преодолевала более 1000 километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. И на этом Игнатий Тихенвич останавливаться не собирается, вынашивая планы дальнейших миссионерских путешествий. Потеряя в Келапкин, показал мне старинный колокол, дар от людей, которых он спас от беды. И даже позволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий во крестной дали колокольный звон уносит все ненастоящее. Несвойственное человеку, очищает душу. Вот так и братья Лапкины бьют во все колокола из своей потерявки. Словно созывают вернуться в православную потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Ритунский, спецкорреспондент, Голдайский край. А там о голубе есть? Вот так и братья Лапкин.